большая средняя маленькая как они называются давайте распределим 1 это щетинка большая и средняя щетинка а маленькая синтетика вот найдите примерно такие чтобы всем привет возраст детей да мы пишем возраст детей вот валентина есть 71 ребенок еще ребенок на столе не всем говорят гуаши подготовить что еще нужно как вы думаете вот с чего художник начинает как думать чтобы художник нарисовал картину что самое первое важно для для художника быстренько пишет постоянно будем с вами общаться поэтому привыкайте все эти дни включайтесь процесс напишите а в чем новизна правополучарного рисования правополучарное рисование примерно 50 лет зародилась она в америке это не так уже давно да так скажем и не так рано образ пошли ответы да ягодка это после 55 говорит ирина такая смеется момент фон акрил акрил можно акрилом все хорошо у меня лучше завтра мне не лучше все я не могу рисовать если не лучше хорошо ну не лучше так не лучше какая разница как они называются вдохновение набросок фон карандаш нужен вот эти все моменты на самом деле они такие творческие да все проще у художника все проще он должен открыть гуашь первое что должен с чего начать это первое открыть гуашь вот с первого что начинает гуашь либо масло либо конечно же у него акрил либо какие-то еще акварельные до краски задумка идея все проще все банальные проще открываем баночки с одной стороны я ставлю просто посветлее красный желтый какие-то такие цвета с другой стороны потемнее у меня будут чтобы вам было проще и вам будет было видно открываем надеюсь все цвета видно все гениальное просто тонировка такие слова приятные во все четыре дня мы будем говорить на абсолютно простом русском допустим допустим языке то есть не пишите за умных слов не переживайте многие новички когда приходят всегда есть такой ну когда я обучаю или вообще когда начинаете вы сами обучать людей у новичков страх это конечно же если неправильно восприму информацию если я забуду если они это не знали все хорошо абсолютно вся доступна акварель можно нам будет очень сложно можно брать можно брать все что угодно но лучше гуашь на весна про полушагного рисования еще раз дали спрашивает это одно из направлений в рисовании это вот например в музыке да есть направление там всякие разные хип-коп да или какая-то такие произведения там гитара испанская гитара и так далее вот на про полушагное рисование одно из направлений новизны как в рисовании тоже рисование только это одно из направлений вот и все вот эта новизна такими простым словами интуитивно рисована что за белая кашечка в правильный вопрос задали это у меня гуашь еще дополнительно у меня будет расходоваться очень много я также вам писал я еще беру дополнительно белого будет белый уходить очень много есть одна техника полушарного рисования который позволяет нам рисовать без водички я не буду использовать воду но при этом не белого будет уходить много что еще делаю дальше я беру конечно же крышечку нахожу любую крышечку который почище если такая есть еще если такой нет просто подливаем боечку чуть-чуть вот чуть-чуть то есть красочка чуть-чуть водички совсем маленечко добавляем водички даже если это новое дня новая краска все равно добавляем записи посмотреть сегодня в гостях так хорошо композиции кто-то с композиций начинает привет приветствую приветствую добавьте воды конечно же добавьте если вдруг у вас засохла гуашь правильный вопрос абсолютно то скорее всего вы купили либо старую гуашь поэтому когда покупаете гуашь всегда проверяйте если она стала лучше такую не покупать изначально а второй момент конечно же водой водой просто немножко добавили воды и оставили если вдруг нету гуаши 025 просто какие есть я приобрел сегодня вот она стоит вот такую стоимость в магазине в любом магазине есть ну и конечно же размешать каждую баночку каждую баночку размешать у у вас есть должны быть салфеточки найдите если вдруг нет салфеточек возьмите просто любую ткань абсолютно любую какую захотелось зачем буду добавлять ну простой ответ конечно же это разбудить краску называется но чтобы она не была сухой у всех абсолютно разная сейчас краска под нас сидит там 1500 человек грубо говоря и у всех абсолютно у кого-то сухая кого-то влажную кого-то мокренькая да но все равно чаще всего воды не хватает она высыхает подсыхает поэтому немножечко добавить и размешать чтобы не булькала чтобы не булькала но водичка немножко было сколько стоит у меня вот это стоило 205 рублей есть прекрасный магазин называется fix price там можно приобрести и за другие деньги но не у всех есть к сожалению я посмотрел все города абсолютно разные где-то его нет такого магазина и так для больших цветов есть большая звук есть пишут если нет звука поделитесь звуком у кого-то там не стало звука по какой-то причине такая логичная причина а повторы посмотреть можно будет потом позже мы ссылочку кинем видео можно увеличить но она максимально с компьютером смотрите кисточки кисточки щеток нет кисточки щеток нет кисточки щеток нет хорошо у меня есть идея хорошая если вдруг у вас нету какой-то большой кисточки да давайте так я смотрю что наталья пишет не на кисточке возьмите губку просто обычную в доме губку я также сейчас возьму одну секунду и вы со мной вместе например вот если вдруг какой-то кисточки нет что можно в этой ситуации сделать сходите на кухню возьмите у всех скорее всего есть губка вот прям возьмите ее это будет использовать как большой большую кисточку хорошо я покажу некоторых местах и она будет полезно и настоять рублей фиксы пишут до записи пусть здравствуйте сейчас возможность посмотреть а я устал ждать можно ли я всегда я устал и что стало ждать или что такое внимание всегда будьте толерантны потому что кто-то первый раз а для него даже открыть гуашь это самый важный момент первый только сейчас чего-то начинает поэтому немножко дождитесь я понимаю что у вас там нетерпение что там чай вы заварите себе вкусненький что-то съешьте и так далее все будет хорошо поэтому всегда быть будьте вежливы по отношению к другим людям кто только начинает и так если все размешали все приготовили ставим плюсик чтобы рисовать сегодня что рисуем сегодня рисуем две картины правополушарный толчковый это самые основные у нас их 10 10 правополушарных картин благодаря которым человек может многому научиться и мы берем на две две такие основные с которых лучше всего стартовать либо вам либо конечно же потом уже вашим клиентам друзьям знакомым ну и там детям да пригодится пишет пригодится у меня тоже нет на планшете не звука невидимости а котов котов мы рисуем всегда на детском мастер-класс на детском это взрослый вот эта вся часть которая до этого было вот мы прям много-много 19 минут мы разговаривали говорили что там что-то теоретическое логическое если вдруг у вас какие-то вопросы еще возникнут всегда задайте мне хорошо если я не ответил на ваш вопрос в электроночку пишите все будет хорошо дальше будем уже рисовать дальше рисуем рисуем сейчас уже постепенно отключаем голову если у вас есть какая-то музыка включите и пусть параллельно у вас играет к сожалению я не могу это сделать я беру свою работу и откидывая она мне пока не нужна мы нарисуем две но сначала нам надо войти в этот полушарный режим есть определенные легкие игровые техники эти техники необходимы для вас ну и для клиентов берем любой листочек какой не жалко хоть там снегурочку а 4 формата да хоть на столе если стол не не закрыли то закрываем спасибо за фикс вам прайс пока нет ты крутой спасибо доходчиво рассказывать я новичок кто-то новичок все кто новички кто если вдруг у вас конечно же уже академическое рисование 18 лет рисуете ну блин но чуть-чуть потерпите я все равно дам материал который вам будет полезен а кто только новичок не гайте процесс я тоже был новичком все представляете были рерих айвазовский они все были новичками белила нужны сейчас покажу почему все порой порой отлично и так что начинаем с чего берем большую кисточку нет кисточки губку уберите я вам уже показал ныряю в белую краску и начинаю грунтовать сейчас мы это познакомимся начиная белым по белому замазывать грунтовка то есть все прямо положено рисование это через грунтовку идет привыкайте все четыре дня мы будем это делать грунтовать грунтовать грунтов а я новичок пишет с этим мне надо котиков я обещала новичок ты где где-то много я очень жду у меня нет бело давайте ищем белого не кто-то напиздал я хочу котик все понятно да все отлично загрунтовал что дальше делаю нахожу среднюю кисточку ныряя в любые цвета какие захотелось любые цвета и ставлю точки например зеленым нырнул поставил 82 с точки как же мы без котов то в этот раз как жить то дальше любой формат любой формат выбирайте это зеленый цвет просто может на камеру не передаться кисточку вытираем постоянно привыкайте смотрите у меня водички нет водичка останется такая же светленькая до конца через четыре дня можно будет попить я вытираю кисточку и любой другой цвет захотелось красный нырнул красный ставлю точки мы будем делать фон создавать играемся а любые белила цинковые титановые на самом деле они одинаковы пока не не думайте об этом потом через полгода обычно начинаете понимать вытираем и любой третий цвет какой захотелось кто третий цвет поставил сразу плюсики пишет любой желтенький захотелось зубная паста я хочу цветы кисти можно не вытянуть кисти не мыть тренинг про пушарное рисование он такой большой довольно таки и поэтому мы не моем снято из перерыва я потом расскажу чуть попозже я не успела размешать видите смотрите как приятно да вот ольга говорит я не успела размешать горш кто-то не размешал еще гуаш а кто-то уже давайте быстрее да люди ну вы же все взрослые вы на уроке спасибо выгорание на все плюсики поставили и начинаю размазывать 1 раз по одному месту один раз по одному месту просто размазываю кисточку беру большую кисточку и один раз по одному месту размазываем у нас такой фон мы загрунтовали яркий сочный фон вот этот фон уже как готовая немножко картины вкуснотишка такая обрал маленькая такая готовая картинка кто приготовил сразу пишет обрал кто не делает фоны тоже пишите я не делаю фон и и почему не делает фоны сразу откинул пусть она сохнет у нас следующий тоже маленькую любой формате еще берем и еще раз загрунтуем пока пока мозг вот и пока у вас не будет вопросы не закончится вопрос в голове пока вот такой легкой легкой такой конфуз так легко стал черепахи что ли нет на самом деле уважайте всех абсолютно кто-то быстрее пишет кто-то пишите любой рукой спрашивает левый правый неважно есть такое волшебное слово оправу она находится в середине клавиатуры на самом деле все очень банально и просто когда вы рисуете у вас все равно руки немножко испачкаются а клавиатура чистая и вот показатель когда вы клавиатуру нажимаете печатаете вы находите этот оправу это уже вы значит в творческом режиме понимание грязи и так далее туда логично выходит вы чисто вот именно там творческом режиме можете отследить прямо за собой еще точки стоят говорят все страшно мы пока разыгрываемся мы играем на самом деле сейчас будет скорость поменьше куда-нибудь а про то куда наставила горшков говорят как надо хорошо откинул следующую взял и опять беру большую кисть и начинают грунтовать если вдруг отстали ничего страшного любые цвета все равно мы две три четыре картинки сделаем мы прокрутим побольше хорошо у меня нет грунтовки я буду смотреть хорошо смотрите потом возьмите грунтовку прямо отработать опять ныряли большую баночку жиденькая вкусная начинаю грунтовать вот сейчас у меня белый не белый какие чувства у вас испытывается грустинка есть или хорошо а края мешают вот есть такое ощущение что за края это тяжело выходе напишите прям да там вот кому белый не белый или это раздражает а напишите а кому за края выйти ну сложно потому что 0 испачкаешь и потом пеленку до вот этой логичные моменты прям логика напишите у меня экран и планшет уже цветной ольга вы творческий человек вот этим вопросом и правом я на самом деле узнаю творческих людей что такое право это середина клавиатуры а пэр олгу прикольный цвет прикольный цвет выйти за край круто да выйти за края круто грустинка да вот вот прям правильно пишите все нормально весь тот стол запачканный никакой грустинки все нормально но у меня на самом деле всегда такая раздражинка когда я рисую начинаю грунтовать и мне тут кто-то край нарисован нарисовал жизненный жизненный край давайте немножко уберем этот момент когда грунтуем выходим хорошо на скатерть прям по скатерти пройдитесь хорошо прям поиграете с ней выходите за рамки вот выходите такой творческий такой режим включаете свой полушарный сейчас загрунтовал так загрунтовал вот этот момент можно построить на грунтовку посмотреть на свои ручки вполне тех сказать молодцы вы сегодня всегда привыкайте хвалить за четыре дня вы научитесь себя уже хвалить и ставим средней кисточкой ставим точечки любые точки какие захотелось опять о синенький синенький друг мой например синенький сегодня поставлю синеньким 185 точек 185 интересный цвет пишет за край вот пишет за край сложно работать своим перфекционизмом это правда но вот сколько получится сегодня это уже вы талант я у вас верю вас все получится я я уверен что есть такие напишите там не я такая кто даже не смог грунтовать зачем грунтовать надо же сначала сюжет все-таки посмотреть а можно ли перемотать сюжет а потом грунтовать зачем мне включать режим правополушарного рисования я хочу быть в логике я хочу до конца понимать что происходит в этом мире есть такие доктор кто хочу по логике сложно закрой на жжу не могу как в детстве все правильно правополушарный мир абсолютно детский мир вытянули кисточку ныряю в любой другой цвет пусть у меня стандартные цвета будет красный синий желтый такие знаете друзья основных цветов как в детстве не жалко кому-то жалко откуда вот это жалко это творческий мир это логичный мир а мне жарко у меня же гуашь за 250 рублей купленная в магазине ничего бы за один день вы ешьте и все и желтым ставлю точки и опять размазываю в любую сторону один раз по одному месту например сверху вниз пусть будет сверху вниз и сбоку вот такие размазочки смотрите какая может быть похоже на что-то такое интересное на рассвет закатный рассвет на это игре игра мы сейчас сыграемся мы включаем свой режим но я не вытерпел не видит видео готова ваш голос от шума и голос его привычки мой кисточку это вот тоже привычка это левополушария хочется чистоты вот муж говорит такую комбинацию говорит идти за чистотой я мою кисточки один раз в неделю и это хорошо а стол будет также оставаться все четыре дня это будет прекрасно для меня и третью картинку буквально закрепить написать нифиг логику да нафиг нужно да правильно все не разрешите себе позвольте немножко логику вот эту левополушарий немножко стране поиграйтесь прям поиграетесь поиграть весь тренинг направлен на то чтобы рисовать беру большую кисточку ныряю в белую краску и начинаю грунтовать за грунтом последняя третье буквально еще третий фон создадим и уже перейдем на картину очень красиво получается есть ваш был очень красиво конечно старался размазки размазки так красиво очень ну да сами же размазки это картины сегодня даже заданием возьмите себе домой загуглите самые дорогие картины в мире и вы поймете что вы размазываетесь тоже где-то лучше даже опробу я руки тоже раз четыре дня мою и любые другие цвета и захотелось охра у меня не было охра цвет такой горчичный цвет охрочка у меня есть если нет друг его коричневенький возьмите любой цвет какой захотелось поставьте его синенький зелененький там черненький можете попробовать давайте зелененький какой нич и чуть-чуть черненького пусть будет но такая темноту у меня будет темнее некуда белый и белый паника в голове голове паника потому что белый нечистый добил как это тогда почему почему так произошло в этом мире белый не бил беру большую кисточку и размазу пусть это будет такой вечер в легком городе испанском под названием на риск но но риск вечерний рассветный закатный такой смугленький темненький капризный вечер и что ощущаете на картинке посмотрите на свои что ощущаете какие чувства у меня тоже через google chrome показывает у меня не показывает можно сделать грунтовку белой башни и из набора так тогда из набора вас из набора есть белая грунтовка делать из нее она тоже зачем-то нужно в этой жизни мурашно да есть вот правильно мурашно кто-то пишет ну мурашно можно пишет о давайте уже начнем начнем так мы начали уже включите экран смотрите у кого-то никто-то еще не начал напишите кто не не делал картины кто не размазывался фон и напишите почему и кто сделал уже три фона пишет оброл я это все сделала у меня все получилось я балантовый художник сразу себя подбодрить и скажите я такой себе гениальный творец если уже три фона сделал размазал прям талант талант я все умею и какое чувство вы сейчас чувствуете что чувствуете можете просто я чувствую чувство коляки молять я радость глаз красота красиво мне нравится про прикольно а если вдруг вас какой-то там нетерпение да и там тем более еще в час ночи надо ложиться же еще еще так и пишите я чувствую там раздражение не через час вставать на работу чувствую а кто-то говорит медленней видите на самом деле будет абсолютно по-разному кто-то медленней поэтому мы немножко средний темп сейчас найдем хорошо вот на большом формате мы уже найдем некий средний темп и будет всем абсолютно оптимально если вдруг вам нужна больше скорость то скорее всего вам через запись лучше будет через запись смотреть если вдруг ну прям гигантского скорость быстрее чем меня у меня все пошли на картины продавать подпиши да и сохранится картина да все сделал все весело пиши да колени в краске как вы так рисовали колени в краске что за дело что там рисуете феерично мы с сыном приятно очень марина пишет мы с сыном талантливые художники это правда самом деле это правда все что вы напишите в этом чате это будет правда вы пишите восторг это правда восторг если марина да считает что она и ее сын настоящий художник это правда если он вставать через час на работу это тоже пара дальше все руки я вижу все отлично пошли теперь сделаем еще два фона заготовим и у нас будет две картины тоже будет прям обложенные толчковые картины с которым всегда лучше всего начинать возьмите самую большую кисточку если вдруг у вас ее нет найдите себе губку потому что мы на большом формате данном большом берите а 4 формат а 3 какой есть такой самый приятный что прям узко нанести так нанести ныряю в губку ныряю в белую краску кто фоны не доделал бросать их сразу же завтра доделаете завтра еще целый день прекрасный день завтра никогда не доделаешь все равно завтра всегда можно сказать ведь пишет совсем из дочки молодцы умнички я все сделала я это просто как я на стуле рисую и так начинаем грунтовать есть хорошая техника такая мы когда грунтуем можем еще смотреть вверх еще раскачивать даже ногой правой ногой немножко раскачивать такая нервная связь будет укрепляться между первым правом полушарием мозг будет говорить соберись нельзя нельзя так делать там тебя смотрят великие люди ты ты интеллигентный высоконравственный человек какие там размазывать ногой откуда это все откуда это пришло чтобы салфетку не вытирать до конца и вода все равно грязная что делать не знаю у вас какая-то вас скорее всего до грязных вы налили из красного источника у меня вот чистая вода вот она даже я не трогал ни разу но салфеток много меня салфеток много потери это перфекционизм проблема про полушарного рисования но вы знаете об этом уже загрунтовал сделаем яркий фон беру среднюю кисточку хорошо вытираю об соседа если сосед есть ныряю например в красную красочку нам будет яркая яркая сочная картина вот это самая стартовая самая вкусная картина которые уважаю уважаю люблю надо рамок накупить ставлю точечки вы знаете 758 точек все прекрасно знаем догадываемся один цвет вытираем почему мне так белую краску жалко да ну это логика логика жалеется она привыкла жалеть она же не творческой личность мне жалко я в 250 рублей потратила я буду сидеть аккуратненько цвета добавлять вот и все я сэкономлю я давно заметил что самая дешевая живопись это самая аккуратная самая ровненькая и так далее когда все по линеечке когда все аккуратненько вымерено это дешевый же вот 200 300 рублей будет стоить поэтому увеличиваем количество стоимость картины почему у нас белый фон для картины до губки столько остается краски до об соседа да без проблем и еще один третий цвет например охра добавляю охрум и ставлю тоже миллион пятьдесят три точки подключился на находит соседа и начинает вытирать у соседа комментарии я нашла бюджетную грунтовку мыльной пеной получается мыльная пена первый раз он беру губку и растираю этого уже умеете да фон готовить один раз по одному место начинают сверху и постепенно иду вниз один раз по одному месту вот такие фон и незамысловатые картиночки на этих уже фонах нужно будем создавать рисовать полушарных техниках логикам и наталья пищи да да хочется курс на экономно логика мучает меня кто сделал сразу пишет плюсик мама рядом сидит и смеется над вашими 750 точек на творчество ну можете сказать хаос да но есть правда хаос я замечал у многих художников хаос он такой безумный творческий беспорядок и он за счет правополушарного вышел будет запись на две тысячи вот тоже да да нафига вам эти краски и картинки если вы их жалеете да зачем вам эти краски и картинки если вы их жалеете да почему зачем а про кто-то если упустил берите эти же цвета берите любые цвета какие хочется друг у вас их нет вообще берите какие есть поэтому у меня вот есть все таки мне повезло 12 цветов и откинул вот это пусть подсыхает на этом я нарисую чуть-чуть должно подсохнуть чуть-чуточку она не сильно высохнет но сделаем что она подсохла и беру еще еще одну заготовочку сделаем еще одну такую заготовочку делаем сегодня такие стартовые картинки у меня проводим ровненько да вот слева направо обязательно ровненько на два сантиметра всегда выше чем снизу снизу немножко левее потому что справа на три сантиметра должен быть отступ маленький снизу от середины но через круг когда идем квадратик да как размазать сделайте пожалуйста как можете вот как хотите сегодня позвать себе прямо подорачиваться ладно вы можете даже меня не слушать делать свое что-то вносите мне будет очень приятно вас будет домашнее задание конечно же скинуть мне картинки чтоб я понаблюдал понаблю и порадовался за вас хорошо ух как вкусненько получается можно а про сегодня у меня новые окна пропала трансляция маслом также можно можно но масса это дар и подороже немножко гуашкой лучше наслаждайтесь а потом уже маслом уже с опытом подходите к ним я люблю безумно права получаем на рисование и конечно же масло смеюсь я не могу мне второй третий фон понравился очень все первые до свидания 2 3 фон оставляем и у нас еще четвертый фон если вдруг вы там в эйфории своих фонов вернитесь к нам будем рисовать ну уже не знаю почему спрашивают эти вопросы дороже картина маслом да конечно масло маргарин дешевле маслом дороже разложили настроение конечно на всегда творческий режим этого радость к эмоции приходить когда вы в грусти приходит какие вас будет картины да когда вас радостные картины яркие до сочные я часто замечу на двое детей напишешь картину яркие с эмоциями чувствами ребенок понимаешь там что тепло надо написать потому что надо написать рисует за деньги хорошо заговорили и так все сделали следующее опять губаньку а я предлагаю еще сделать море мужскую тематику обязательно это самый такой центровое с чего это море у нас будет два цвета не и мы и там все что угодно можно нарисовать ныряю в белую красочку опять губку беру начинаю грунтовать вот у меня чистый белый я вот в этот раз почище взял белые прям никакой там синевые красноты не для бога сразу бил как надо как доктор писать какие мы позитивные перестали да все верно все благодаря вам позитив подождите пожалуйста пишет марин хорошо подожду немножечко конечно марина пишет подождите пожалуйста потом марина пишет давайте рисовать сегодня буду будем рисовать картин сегодня будем рисовать картин мы запаслись да все верно вы запаслись литр до литр можно вода мессионку можно купить и цвета у меня не повезло у меня в наборе просто был синий и другой синий но бывает такое что у вас там 6 цветов и так далее можно взять например небо голубое а море у нас такой синий там или зеленый немножко больше зеленый синий зеленый смешать так скажем два цвета я беру большую кисточку даже вернее средний у нас средняя кисточка вытираю ныряю в синюю краску и пополам провожу такую линию сверху будет небо снизу меня будет мой а как это отмывается с руки она не отмывается ольга она отваливается поэтому где-то через месяца два отвалится краска о как красиво это только начало кто-то любит себя и ставлю точки сверху ставлю опять это тоже вы знаете самое простое сегодня самое простое занятие сделать . поставить . легко же мозгу хорошо им логике вообще хорошо сложного ничего нет такая ладно посмотрим что дальше будет и размазываю беру салфеточку свою губоньку и один раз по одному месту могу размазать начинаю теперь серединке иду вверх смотрите начинаю например серединочки иду вверх и вот мы неделю рисовали вот такие облачка переходики различные получились у меня в небе чем правоположарное рисование она легкая и быстро то что скорость скорость у нас очень много сейчас в мире того что мы переходим на быструю систему образования до были раньше специалисты 55 лет учились я еще свое время а сейчас уже многие на бокал но там был кавриат четыре года чем быстрее тем уж называется устал ух устал ух вместе с руками и мозгами отвалится что сделали сейчас я поставил давайте еще раз повторюсь только с низом внизу что я делаю внизу беру среднюю кисточку вытираю ныряю синюю краску вот у меня такая синяя ставлю точечки и если у вас просто один синий до другого нет в картине да в наборе добавьте зелененького будет вкусненько уже так быстро такая краса до акрилом тоже можно так то пишет про дет про детские зверюшки зверюшки всегда рисуем на детском это взрослые то здесь никакого отношения детям нет то есть мы будем рассматривать как преподавать взрослому именно взрослому как именно хотя бы там от 72 лет взрослому но у меня взрослые на самом деле начинается ну грубо говоря очень там от 8 лет от 8 до 95 лет эти взрослые вот такие взрослые и размазываю то же самое начинаю всегда идти с серединки и иду вниз то есть всегда середина посветлее середина посветлее вверх и низ потемнее такой же небольшой такой правополушарный прием да небо правой рукой рисовал а все правильно спрашивает небо правой рукой а море всегда право хорошо это натюрморт да самый крутой вопрос это натюрморт это натюрморт небесный натюрморт кто сделал натюрморт напишите плюсики иногда такие классные прям вопросы задаете это натюрморт это натюрморт обязательно тему очень красиво красоте классно сейчас взрослые если вдруг какой-то другой марафон у нас будет любой другой марафон будет мы вам об этом не скажем хорошо все есть я вижу параллельно что работает спасибо хорошо подождем немножечко остальные пока можете задать маленький вопросик и сейчас дальше продолжаем рисовать у меня все высохло потрясающе если вдруг все высохло хорошо если не высохло тоже хорошо вообще не важно вот левом полушарии важны вот эти вопросы вот эти все моменты всегда важно это натюрморт где здесь это то я только присоединилась присоединяюсь марина как раз ждал вас это свободное место а завтра также рассаживаемся по своим местам что я уже запомнил кто где сидит марина марина я уже запомнил который не успевал и успевает мы сделаем марина с ребенком который говорит с ребенком мы сделали пейзаж если вдруг вы лишь левша для рисования никак не связано это нейронная деятельность где-то медицина это нейрон это нет немножко не то красотищи пишут но что ну 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 здесь. Я здесь. Пошло. Видимо, какой-то был небольшой сбой. Напишите. Все видно, слышно меня хорошо. Плюсики. Итак, если вдруг меня видно и слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Были какие-то неполадки. Не знаю, почему откуда такое прилетело. Но, видимо, проделки небольшие фиксов. Если вдруг меня видно и слышно, поставьте, пожалуйста, два плюсика. Хорошо? И дальше пойдем. Бывает такое. Паладочки. Привет. У меня появилось. Пишет появилось. Да, перезагрузилось. Да, просто перезагрузить было действительно. Бывает такое с интернетом. Но бывает. Это на самом деле иногда такие условия. В свою очередь, конечно же, мы нарисуем вместо двух картин сегодня три картин. Чуть-чуточку. Ничего страшного. Что бывает. Интернет. Говорим спасибо интернету, что ты иногда глючишь. Поэтому рисуем не две картинки, а три. Породолжаем. Все. Ура, связь есть. Пишет плюсики. Выбрасывает. Да, выбрасывает. Но бывает. Интернет такой. Тут здесь ничего. Успеваем дальше рисовать. Продолжать. Вроде связь хорошая. С моей стороны все хорошо. У меня приключилось полушарие. Я даже не всполошился. Видите, да? Кто-то спокойно, да, себя относится. Я аж испугалась. Я аж испугалась и не узнаю, что будет дальше. Спасибо пишут. Спасибо интернету. Да. Спасибо интернету. Рисуем три картины. Итак, что мы делаем? Дальше берем. Берем маленькую кисточку. Работаем маленькой кисточкой. Теперь мы сделаем. Ныряем дальше. Паненька прошла, живые остались. Перезагрузитесь. Просто перезагрузитесь, если вдруг у кого-то нет. Ура, макрофон. Все нормально. Перезагрузитесь. Нет связи. Все равно нет связи. Маленькую кисточку беру. Дальше рисую черным, чтобы было ярко, чтобы было огненно и вкусно. Рисую уже черненьким цветом. Ныряю в черную колораску. Продолжаем дальше правополушарить. Рисую линию. Можно чуть-чуть выше серединки. Ну и добавляем, конечно, эмоции и звуки уже. Можно добавлять все волшебные правополушарные слова. А если посмотрите, у детей их очень много. Например, такие... Я представляю, как все города в России сейчас делают... Где-нибудь в Красноярском крае... Кто-нибудь сидит сейчас. И сделал вот такую штуку. Обязательно добавляйте. С другой стороны повторяю. Закрепляю то же самое. Опять провожу линию. И делаю. И еще раз. Об... И закрашиваю. Фу, это мы уже умеем, да? И теперь быстренько пишем в комментариях, на что это похоже. Что это за такие волшебные штуки. И звуки в Красноярском крае, да, где-нибудь. Или в других городах. На что это похоже? Напишите, пожалуйста. Я в крае. Я в крае, это пишут, да? Летит крокодил, пишут. Ну, почти вот прям рядом где-то это... Это горы, это горы. Возможно, это горы, да? Где-то вдалеке такая дальняя что-то горы. На горы похоже, да? Крокодилы. Самый такой, знаете, самый яркий, интересный ответ, который я когда-либо видел, это брови Брежнева. Брови Брежнева. Это далеко. И теперь вблизи. Мы теперь учимся далеко, близко, далеко, близко. Теперь вблизи то же самое. Со звуком, без звука вообще никак там. Закрашиваем. Кто-то спрашивает, мы начнем. Знаете, кто-то до сих пор. Сейчас сколько минут прошло, уже там 56 минут прошло. А мы начнем. Мы вообще начинать рисовать-то будем. Включите телевизор. По телевизору все начинают уже. Уже рисуют, уже дорисовывают. Одну картину, потом будет еще картина. А потом еще будет. Подводная лодка. Да. Это дальний, это вблизи. И, конечно же, еще добавляем некоторые моменты. Это разукрашиваем, да? Дальше продолжаем. Есть хорошая тайская техника. Называется Чоу. В свое время, когда жил в Таиланде, видел, как они рисуют, создают первую черную красочку, маленькую кисточку. И обязательно со звуком снизу и вверх делаю Чоу. Вот когда я вот всегда рисовал в Таиланде, у меня всегда спрашивали, Чоу ты рисуешь, Паньков? Я говорю, вот пальму. И добавляем еще маленькие Чоуки сверху вниз. Чоу, 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 Чоу. Что это у нас? Кто-то уже написал пальму, на самом деле. Я видел, кто-то рисовал. Острова. Динозаврик. Связи нет. Облака. Перезагрузитесь. Сахара, что ли, оживает? Это большая пальма, да? Пальмочка. Пальма на закате. Почему она теплая, да? Иногда мозг, наверное, задает такой вопрос. А почему листья не зеленые, да? И вообще, где листья? Вообще не рисовали. А когда темно, на закате или на каком-то ярком предмете, у нас всегда темный. И добавляем еще одну подружку, малышку или ребенка, да? Добавляем вместе. Кто поехал отдыхать, того и добавляем. Мама и ребенок еще маленькие. Малышка, Чоу. И кто сделал, сразу пишем слово Чоу. Пальма. Есть стартовые картины, когда мы рисуем. Любое правополушарное рисование, оно всегда стартовое. Если вдруг кто-то рисовал уже со мной, хорошо, закрепляйте. Я эту рисовал картину много раз, больше трех раз. Когда маслом, мастер-класс маслом? Маслом постоянно проходит. У нас будет рассылка, я маслом вам скину. Информацию будет. Африка. Чоу! Ей! Вот, выучили сразу немножко. Немножко тайский язык. Это не только правополушарное рисование, но и тайский язык. Дальше. Нахожу среднюю кисточку. Нахожу среднюю кисточку. И буду ее сейчас распушать. Распушать, что такое? Сделать ее распушенной. Держу теперь. Есть китайская техника, называется усин. Когда пятипальцевый захват усин китайцы держат. Ну, мы русские, мы попроще. Держим всей рукой. И беру апстол. Помните это настроение, когда я ребенок это делал? А вы говорили, нельзя! Сейчас делаем. Ха-ха! Можно! Распушай. Это называется распушить. Распушить кисточку. Сегодня можно. Повтор будет. Пальмы будем рисовать. Мы уже рисуем пальмы. Ну, почему такой вопрос? Чоу! Кто-то чей написал. Чей это больше кубинская. Кубинская. Че Гевары так рисовал. Рисовательные картины Че Гевары. Беру дополнительную какую-то... Возьмите у соседа открыточку. Либо какую-то... Где-то еще. Где-то еще один такой момент. Ныряю. Половиночкой. Половиночкой. Нырнул половиночкой. Чуть-чуточку. Это половинка. Не всей. Вот у нас линия такая. Половинкой. Распушил. Половинкой нырнул в черную краску. И сбрасываю веточки. Сбрасываю. Вниз. Вот таким образом рисуются разные веточки. Разные. Можно нарисовать травку. Давайте сразу попробуйте где-нибудь внизу еще травку. Какую-нибудь там раз. На отдельном листочке. На отдельном листочке. Усы. Усы-кота. Кто-то сегодня просил усы-кота. Борода-кота. Борода-кота-усы. Можно сову написать? Можно. Вот пожелание. Посмотрите. Все, что мы делаем с четыре дня. Вы делаете все пожелание. Вот захотелось сову написать. Пишем ананас. Все, что захотелось. И теперь к себе. Забрасываю. Вот у нас они такие обгорелые, да? И сбрасываем у себя на картине. В одном месте. Во втором. В третьем. В 78. Красиво пишут. Запись будет. У всех разный язык в своем восприятии. Чи-Чи-вауа. Чи-вауа. Чи-вауа. На зонтик похоже Чи-вауа, говорят. А у нас это, в Вьетнаме, зонтиком называлось. И ставлю такую. Как вы думаете, что еще обычно в картине есть еще дополнительно? Художник себе делает. Чи-ха-ха. Мне всегда нравится, когда комментарии... И все, сейчас комментарии будет. Сейчас каждый будет Чи-вау перековеркивать. Так что найти свое Чи-вау. Это потрясающе. Значит, вы творческий человек. Вы пытаетесь свое найти. Вот даже вот в слове Чи-вау. Вы... Мозг у вас полушарный. И именно ищет Чи-вау, как правильно для себя произнести. Ммм, как классно. Чи-вау-бачи. Чи-вау-бачи. И, конечно же, самое важное, что еще делает художник? Это не только ставит ценник, но и подписывает картину. Делает автограф. Вот такая первая картинка, абсолютно простая. Рисовали мы ее неделю. В полушарном техниках. С этого все начинается. С этой картинки всегда. Когда вы сами обучаете, когда вы обучаете других, начните с нее. Это самый лучший вариант. Начинать с нее. С пальмы. Она во все времена, сколько я обучаюсь, сколько я обучаю, это самый яркий шедевр, когда яркий фон. Ну и, конечно же, надо сказать себе, похвалить себя, сказать, какой я сегодня потрясающий человек. Я сегодня прям художник. Прям руки у меня прям золотые-золотые. Можно поцеловать каждую ручку. Похвалить. Кто нарисовал, сразу говорит «Опроу». Воистину «Опроу». Потому что у вас сейчас руки уже грязненькие. А клавиатура еще до сих пор чистая. У меня уже грязная. И теперь пишем «Опроу». И следующую картину переходим еще на следующую картинку. Ирина Владимировна, мне можно в Viber? Отправьте, пожалуйста, Танюше что-нибудь Viber. Какой у тебя «Опроу». Обязательно себя поддержите. Вот мои мастер-классы все направлены на то, чтобы вы должны быть уверенными художниками. Вы должны становиться из-за того, чтобы вы должны играться, веселиться. И на этом фоне вы должны дальше идти, 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 развиваться. Хорошо. Не скучная лекция называется. Следующую картинку возьму. У нас еще одна есть картинка. Ну, еще будет, еще две, да? Мы же знаем. Слава интернету. Вы красавчик, чувау, чувау. Да. Еще раз скиньте номер, пожалуйста. Не успели скопировать номер. Вам потом передадут. Все хорошо. Я молодец, пишет. Лена молодечка. Ольга пишет. Я молодец. Да. У меня даже усы у кота в краске. Хорошо. Готово. Отлично. Берем морскую тему. Морскую. Еще поиграем. Все тоже правополушарно. С каждой картиной мы начнем себя прокачивать. Постепенно, постепенно. Сейчас мы одну картину берем, вторую, третью. Мы постепенно узнаем, что зачем. Есть дальний план, есть ближний план. Да, у нас уже появился. Есть у нас такие яркие цвета появились. Постепенно, постепенно. Дальше, дальше, дальше. И то, что вы делаете сегодня, это вы уже молодец. Завтра еще круче будет. Завтра будете умницей. Там, вперед, вперед, вперед. Майя, молодец. Ха-ха. Восторг. Хочу руки помыть, да? Напишите кому-то, кто хочет руки помыть. Напишите на этой чистой клавиатуре, что вы хотите руки помыть. Прям большими фразами. Побольше букв. Прям. Я хочу руки помыть, там, тататататата, текстом. Пока клавиатура замажется. Берем. Чтобы еще не рисовали, берем четвертую кисточку. Обязательно четвертой дальше. И как вы думаете, с чего можно начинать? Мы уже знаем. Далеко, близко, далеко, близко. С чего начать опять? С чего мы начнем? Напишите, пожалуйста. спасибо вам за повезти я молодец или все хочется помыть это перфекционизм я прям хочу помыть хочу обои новые уже помыло сходило хочу купаться в краске помыть хочу чего начинать чайки кто-то чайки да не давайте уже просто цепились головой там сильно правильно что-то вдалеке плавать что-то далеко 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 горизонт горизонт у нас чистая клавиатуре серьезно хочу помыть далеко облака пишет все верно облака беру четвертую кисточку любую четыре дня мы будем брать любую четвертую кисточку у нас их целых 10 ныряю в белую краску начинаю притыкивать сверху добавляю такие облачка сделаем виде такого треугольник треугольничка пирамидки добавляем пирамидку добавляем пирамидку одно облачко и где-нибудь рядом второе пусть будет их два задание было три кисточки да но вас при рождении идет в комплекте вместе с собою 4 кисточка поэтому вам повезло и я недавно тоже вычитал очень очень умную статью там там написано было что руки изобрели раньше чем кисточки вот прям потрясающе понимание приходит что правда такие такие есть что еще делаю вытираю палец об соседа или об салфетку и растираю нижнюю часть только нижнюю часть чуточку растирую чуть-чуть то есть сверху облака всегда сверху когда бы вы не писали какую картину посмотрите потом как на небе у нас четыре дня есть вы на нем на небо наблюдайте смотрите как нарисованы облака на ним они сверху ровные а снизу чуть-чуть размазаны в разные стороны чуть-чуть от слова маленько давайте вот так рисовать краску не пробуйте она горькая но не везде иногда вкусно идет у меня 10 пальцев екатерине повезло у нее 10 если у кого-то ногти есть это хорошо тогда можно пальцем рисовать теперь где-нибудь чайки конечно добавим чайки но перед тем как чайки нарисовать чайки всегда где какой-то корабль есть чтобы корабль простой правополушарный нарисовать абсолютно беру маленькую кисточку и и вытираю ныряю в белую краску и делаю два вжика один вжик вверх один вжик вниз повторим пусть будет два раза повторим но все равно все они будем повторять один вжик вверх маленький только маленький вжик и большие тоже маленький вниз вверх вниз вверх вниз парус на без маникюр ну вот теперь это краска логика такая это я 200 рублей на краску потратила еще и на маникюр отстирается на самом деле заметил у всех у кого есть дома вода горячая и мыло но не у всех к сожалению то есть но все отмывается кисточку вытираю ныряю черную краску и делаю такую улыбочку небольшую делаю улыбочку это далеко это далеко теперь посложнее немножко надо прям задуматься вот логику включить прям как это сделать переворачиваю кисточку вся сложность на мастер-классе дальше будет намного легче и нижнюю часть в разные стороны раны растираем отражение в воде растираем кто сделал сразу пишет плюсик он не понял вопрос ладно а кто-то пишет все-таки желтая краска сладкая медовая да желтая нажимет она вот когда желтую делать а мед добавляет правильно заметили я тоже замечал поэтому она вкусная такая сразу из-за этого я только пришла жал что столько пропустила будет запись запись все ограничено к сожалению конечно будет запись все плюсики прошли от личницы включились процесс лодка получать лодка получать неожиданно и теперь добавим чайки вот теперь чайки чтобы что-то летало там вдалеке что-то интересное было беру маленькую кисточку тоже возьмите отдельный листочек просто потренируйтесь немножко потренируйтесь чтобы чайку детстве нарисовали галочками такими визжали от восторга я немножко по-другому рисую я делаю одна сторона тоненькая другая потолще одна тоненькая другая чуть-чуть потолще тоненькая и толстенькая вот такую чайку хочу видеть и сделайте их немножечко там штучки две-три давайте не две уже сходу по дверь все рисуем как у нас про монтик какой-то сегодня картина идет а мы сделаем где-нибудь там одну две три пусть будет три кто сделал чайки пишет что он не сделал чайку на самом деле я вас немножко обманул это не чайка это вот ворона это коршун и дрозд вот так рисуется ворона коршун дрозд вдалеке чтобы нарисовать чайку надо немножечко по щекотать и по щекотать беленьким на кончиках то есть она беленькая добавляем немножко беленького на кончик и у себя везде и теперь для самых таких интересно кто хочет всю биологию за пятый класс пройти за за раз есть птица все наоборот называется альбатрос звать сальбатрос когда абсолютно все наоборот рисуешь сначала начинаешь белу а потом рисуешь чем черный левый черный правый и если там мальчик то как-то выделяешь но девочка также рисуется на самом деле выделишь мне нравится отличный подход завтра уже будем говорить про подход правополучарного рисования то есть я буду абсолютно объяснять почему я так говорил зачем это я делаю почему это так именно говорю такими словами почему шутками и насколько это влияет на обучение сколько ученики быстрее начинают учиться и чему учатся да супер пишет супер вместо чая у меня утки кто даже хотел утки марина поделитесь с вами минуточкой я уже такую стену прихожей повесила как прохожу всегда любуюсь и удивляюсь как это я смогла нарисовать магия наталья это магия гости все шутки кто-то у кого-то разные жопы да кто-то рисует два дня кто-то больше кто-то меньше это далеко опять это дальний план идем к ближнему впереди все впереди что у нас есть это конечно же что-то мощное мы сделаем какой-то небольшой остров давайте сделаем даже остров большой какой-то маленький пусть у нас будет их два ныряем можно среднюю кисточку взять указательным можно да и небольшой остров небольшую спереди добавляем вот такой остров надежды надежды полны ваш юмор прекрасен согласен у меня клякся ирина мы прям реснички любви вам посылаем вас будет все с каждой картиной все лучше и лучше и лучше с каждым разом верьте в себя я вас верю точно у вас все получится просто с каждой нужно вот рерих когда рисовал вот он маленький рерих тоже такой рисует что-то не получается а потом все лучше лучше стал рерихом завтра буду детьми в школе рисовать потрясающе хорошо и запись будет за все хорошо ссылка на готов будет все будет и теперь самое интересное что добавляем картине смотрите это просто коричневый фон коричневая заставка добавляем свет и тень в картине должна быть всегда или простым правополучерным словом светка тенька заходи в картину одна сторона посветлее другая потемнее добавляем охран немножко попритыкиваю а в углу всегда темнее добавляющую черный туда добавляю черный круто на радостях забыла что не умею рисовать ведь среду вам расскажу самые интересные истории нас будет говорить про полушарное рисование вообще все во всех мы не рисуем но будем разговаривать поэтому расскажу всем истории когда человек реально за день день обучался и там через год свои выставки таких у меня много историй дайте детскую тематику и добавляем это остров большой а рядом сделаем давайте потренируемся еще маленький остров как это делается маленькой кисточкой ныряю в коричневую краску добавляю линию день будет чуть подальше линию и сверху холмик это вы уже умеете да вы сегодня делали помните за звуком мы добавляем то есть постепенно мы просто увеличиваем темп с одной стороны возможно с правой посветлее другой потемнее опять охран и с другой стороны уже у нас потемнее черненький кто сделает сразу пишет единичку на котов телефоны можете не раздавать все ссылки я вам потом попозже сброшу и заземляем посмотреть еще один новый термин слова заземляем что это такое беру среднюю кисточку и и и вытираю и теперь возвращая и былую молодость мы ее распушили вытираю делаю ее остренькой она становится остренькой добавляя ныряю белую краску и снизу притыкиваем просто снизу немножко по притыки такие знаете бум барашечки бьются об остров добавляется беленький смотрите вот создавал картину совершенно случайно когда размазывал один раз по одному месту где-то у меня красочки больше белый где-то у меня еще больше белый то есть сама картина сам уже начинает играть это все за счет того что мы фон растирали гуашью это получается абсолютно все получается мы как маленький день у меня все абсолютно все мастер-классы подобным ритмом виду то есть даже вам было бы 95 человек 95 лет все равно мы работали вновле у меня нет других слов и теперь самое волшебство конечно же правополушарное волшебство беру картину переворачиваю переворачиваю это тоже техника правополушарного рисования вам покажу я сегодня нахожу маленькую кисточку ныряю коричневую краску и начинаю делать такую скручивал кручу чуть-чуточку скручу чуть-чуть сколько сможете маленечко маленечко скручиваю на что это похоже ну кроме слова скручивал кидашного сложишь похоже а солнечный луч будет все зависло трансляции не идет чат молчит блин блин не знаю марину пойдите как-то положение что на бывает чат куда-то ушел мы ушли рисовать мария мы вернемся к вам я на ремонт у меня все отлично да все ну и не знаю все интернет на тоже были какие-то сбои но если даже какие-то сбои там не у нас несколько минуточек были то что страшного мы рисуем еще одну картину даже круто это вулкан конечно же это дерево все правильно и добавляем маленькие маленькие веточки или это сменог или веточки с каждым разом все тоньше и тоньше добавляем тоненький на дерево похоже на корягу похоже какой дерево написал корягу чем ровнее дерево тем картина дешевле помните эту фразу заучили вот тут прекрасно такой птица было вот она сейчас закроется у меня а есть такое вот у вас ощущение вот такой прям вот левый полушарий такой говорит ты давай только аккуратнее рисун там у тебя облака птицы там у тебя все хорошо получилось ты сейчас все закроешь половину и человек будет и переворачиваем есть такое ощущение напишите получилось дерево я нарисую ногтями офигеть я в шоке с одной стороны у дерева тоже посветлее потемнее светка тенька не забываем охра пусть будет с правой стороны по стволу только по стволу пробегались делаю посветлее немножко щекочу а с другой стороны опять потемнее у меня кисточка гнется и так не рисует надо говорить волшебные слова кисточка не гнись я представил как вы сейчас это говорить я все закрыла супер супер дерево похоже на дерево корень круто корень круто на дереву похоже а левому полушарию каково было когда вы это делали когда вы создавали что она говорила просто не надо только нет там же там же чайка красивая красиво на запах детства удашки до ваш вкус и что бывает на дереве еще что бывает на дереве подождите 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 а ствол рисуем коричневый это коричневый цвет у меня просто может плохо видно с одной стороны охра меня такой коричневый светленький а с другой стороны у меня черный то есть три цвета вот мы должны постепенно привыкать с вами с первого второго занятия что у него много цветов и стволов до свет теннис и так далее постепенно постепенно про полушарное рисование такой подход он легкий подход гнездо жили конечно гнездо как рисуем без на самом деле не только гнездо рисуем возьмем кисточку распушим и нарисуем еще большую наш мир к ним большая кисточка и нарисуем листики листья листья конечно ананасы до русалка такая классная группа и самая лучшая группа по по комментариям русалка на ветвях описянки бывают манки опять распушаем закрепляем эту технику распушили мы на марафоне будет довольно таки часто всякие деревья рисовать и так далее поэтому готовьтесь к этому но вы должны закрепить за марафон у вас должно быть прям четкое ощущение чтобы мастера спорта там по рисованию деревьев теперь выбирайте цвет сами можно сделать зеленый и желтый это будет такое наше европейское дерево да там любое можно сделать красное и белое это будет саку можно нарисовать погонить осень да то есть осень бывает актуально иногда осенью это красное и желтый то есть любые цвета какие вам захочется выбираем я взял зелененький иначе начинают прикидывать такой притыки не распушил кисточку и прикидываю хорошо техника легкого прикидывания вкусный 782 прикидывания надо сделать чтобы у нас получились листики вот так по неделям рисовали художники на больших картинках и другой цвет добавляя опять свет то есть свет и тень до добавляя свет например желтеньким где-то местами добавляя просто желтенький чуть-чуточку саку сакуру просто возьмите красный и белый хорошо самостоятельно у вас получится я вас верю вас все будет прекрасно выходить всему учитесь позвольте себе учиться все что вам хочется делайте пробуйте экспериментируйте и но получаете от этого удовольствие радость потому что правополшебные техники это техники потому что вы можете создать лучше много лучше чем даже я нарисую это сто процентов я вас верю и конечно же травку-мурку такая травка-мурка 43 85 листочков где-то большие листочки где-то маленькие где-то травинки наши как-то у меня на тренинге девушка смеется говорит ей хорошо как дела у нас она говорит это моя первая травка в мире моей жизни вот такая бывает травка поэтому весело без удобных а еще когда спрашивают почему на тренинге правополшебное рисование очень всегда весело потому что токсичная краска и когда мы сидим три часа рисуем токсичная краска влияет рисовать хочу пишет красиво да ну и конечно же автограф пока вы дорисовываете дорисовывать спокойненько я конечно же рамочку и кое-что быстренько покажу из левополушарно магия во всех где где бы я не был на а был я много где всех имеется в россии такая что третий ковк армитаж все картины в рамке вот у меня есть прям картина маленькая рамка такая большая сразу вижу хитринка есть красивая рамка плюс три тысячи рублей картине левая логика любит символы вот на этой картине мы переворачивали листочек не просто так логика безумно любит когда вы рисуете символы когда она узнает символ она визжит от удовольствия когда она говорит уху дерево дерево нарисовал а что я вот сейчас нарисовал напишите пожалуйста пока дорисовывайте напишите клёпишь от облака похожи на горы о давайте сегодня будет бонусная третья картина мы нарисуем горы мы сегодня с вами еще третью горле сделаем как раз хорошая идея я вам покажу немножко по другой технике паруса будут паруса будут голубые легкие кайф трава кто-то угадал сразу сразу пишут трава действительно это трава но это не трава это забор был я просто не успел дорисовать это был забор а если более точнее это конечно же железная дорога вот сейчас я рисую символами вот все что я рисую сейчас это абсолютно символ и вы просто понимаете что это символ человека рждшника который работает на железной дороге ну причем у него но он старший рждшник у него же корона на новый год или какие-то праздники он конечно взлет подарков от компании ржд какие-то презенты так далее и тому подобное мешки вот такой елочные подарки бутон вот где бы я не был в какой стране когда я показываю символами меня любой человек меня вообще любой ребенок взрослый и он воспринимает он понимает что я делаю логика без языков работы вот абсолютно она одинаково на символами если мы хотим что-то сделать красивое кривое нам надо ее отключить и на первых этапах лучше всего отключить это просто взять и перевернуть картину пишем плюсики и конечно же поздравляем свои ручки говорим ручки вы сегодня он прямо у меня сегодня я смотрю на свои руки думаю кто сегодня у меня лучше всего работал мне кажется вот левая рука прям сегодня какая-то прям молодец он прям сегодня есть спасибо она мне сегодня прям поддержала спасибо огромное обязательно благодарите скажите руки вы сегодня мне помогали что-то что-то что делали они помогли обалдеть у меня две красивые картины нарисовалась марина откуда вы сам вы на мастер-класс не приносите пожалуйста красивые картины быть должны похуже у вас обязательно будет еще домашнее задание выложить эти картины показать мне чтоб я восторгался и смотрел на вас это вы пикассо абсолютно если посмотрите как пикассо рисовал я был музей пикассо у меня была такая экскурсия и я видел как он рисовал то есть ну реально вы можете тоже но он довольно таки пикассо пикассо да он дорогой мужчина дорогой мужчина него одна из самых дорогих картинок эта женщина номер там не ошибаюсь 3 первые две модели не очень я тоню золотые ручки это из другого получилось царянная лягушка хорошо красота максим пожалуйста начните хорошо а маленький зачем мы еще и размазывали зачем маленькие были нужны чтобы вы размазывали чтобы у вас логика свидания сказала чтобы она ушла и остался только правополшарный мир мы размазывались что и зачем это нужно сейчас еще раз объясню возьмите новую картинку мы немножко по-другому работаем это бонусный мастер-класс только для вашей группы и для кого больше ас-4 ходится все первый раз получилось до 1 1 1 что что вы крутой благодарю вас и прекрасный позитивный вечер у нас четыре дня еще вечера такого прекрасном позитивного и готовьтесь вот прям готовьтесь готовьтесь рисовать рисовать но мы будем еще больше правополшарным и завтра уже начнил завтра постепенно проговаривши зачем мы это делаем почему мы это делаем капит картины я покажу куда у меня придет ссылочка вам ссылочка придет куда прям со словом туда отправляй туда и вы прям туда отправляйте ну и конечно же я прошел потому что очень мы все великие хорошие люди приятные посмотрите другие картины кто как нарисовал поддержите кто только начинает или наоборот там похвастайтесь своим шедевром потому что абсолютно все будут сегодня у первым нас рисовать ноги мунка крик да и кто же интересная картинка беру большую кисточку начинаю загрунтовывать это дополнительный бонусный мастер-класс только для вашей группы рисовала сыном 6 лет класс правда получилось не так хорошо ну потому что то есть вот вот такую фразу прекрасно сказали рисовал сын у меня ребенку тоже маленький такой же возраст абсолютно правда получилось не так хорошо но все равно криво с каждой картиной вас будет все лучше откуда вот эта логика она взялась вот этот советский режим наш у тебя плохо было что ты ты нормально делаешь крутые вообще реально крутые вы делаете крутые шедевры огненные люди обалденный вытворите будете творцами забор предыдущий вариант перчатки губку завтра обязательно куплю перчатки губку если бы сказали и так делаем опять смотрите еще раз теперь расскажу секрет на самом правополушарно вот это рисование четкая логика четко видит цвета когда мы берем там например красный цвет ставим точки до а логика понимает что это 78 точек красного цвета вот зачем мы размазывались как раз вопрос был без этого никуда то есть когда вы будете проводить свои мастер-классы обязательно это тоже нужно будет без этого никуда и я всегда сторонник чтобы вы мои техники все чем я занимаюсь копировали и дальше в массы массы научите всех рисовать прям надо пять лет там изображать ну как бы мученика надо научитесь хотя бы дерево чайки и так далее а с каждым разом лучше сильнее 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 лучше 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 но при этом это все идет на позитиве другой цвет видит вот у меня логика такая у нас есть две точки желтого три квадратные четко отследила и третий цвет еще выбираю синенький например и ставлю точки здесь уже поменьше она такая вид а некоторые там грязнятся на вид закончились по секрету расскажу на одном марафоне нам подсказали мне подсказали что зубная паста прокатит забелел поэтому в доме ищите будьте творческими вообще во всем губку взяли творческую взяли пошли пилила там голым зубную пасту взяли пробуйте ересами пощадь бы и нет почему создавайте не будьте логичными чопорными создавайте новое творите гордитесь собой вот это логика ведь а как только мы начинаешь размазывать вот здесь все вот это смешение цветов происходит и логика буксу и можем сделать это руками если вдруг вам еще по какой-то причине надо все равно ходить на работу это бывает возьмите салфетку скрутите ее или тряпочку и один раз по одному месту размашки размашки кто сделал пишем сразу вот сейчас прямо этими руками надо писать оправл я тоже с вами пишу оправл найти где этот оправл вот и отправить а то вы подумайте что я-то не пишу вы я не марая колорблату не всегда тоже с вами марай 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 а про у меня телефон сел подождите пожалуйста спасибо за занятие очень хочется вам показать что получилось обязательно ирина я очень жду буду звать ждать ваши кольца а как краску убирать какую хочется да вот евгения это вот логичный вопрос откуда вот он говорит а какую краску выбирать с опытом вы будете знать конечно же знаете логика тоже нам вдруг но она нужна нам без нее никак давно мы живем привыкли к ней потом будем через логику выбирать смешивать тогда им это все со временем сегодня именно все о том что надо делать правом по ушам все об этом у меня остается 5 да все пусть здесь мы сделаем гор мы потренируемся вот на таком фоне зачем я делал это салфеткой да это не просто так когда я делаю салфет салфеточкой я не могу немножечко чуть-чуть больше снять больше снять материала и тем самым не ждать чтобы она подсохла и мы сразу нарисуем это еще один такой прием про полушарного рисования сделал далее беру какую-нибудь кисточку каким цветом горы напишите пожалуйста каким цветом бывают горы конечно же мой тот цвет выберем напишите радуга пишут да это какая-то яркая яркая эмоциональная картина все представление правильном рисунке ломается правильном рисунке на правильном рисунке сложная логика любит слово правильный рисунок это когда три колеса и одна палка на например ну это что такое правильный красота пишет синие какое настояние белый черный цвета уже пошел синий 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 серый розовый розовый цвета зеленый оранжевый фиолетовый голубой синий белый желтый синий коричневый правильно именно этот цвет берем у нас цвет красный вот тот цвет который мы ну реально мозг не думает чтобы нарисовать горы надо нарисовать одну половинку рисуем только одну половиночку чуть-чуть выше серединки рисую половинку горы половиночку правильно написали абсолютно вот хочется же сделать ну такие правильные горы да там хочется сделать черные горы там и зеленые действительно где-то их видеть я был в норильске работал там я видел красные горы сделал красный теперь одна сторона красная другая посветлее этой же кисточкой ныряю в белую краску и вдаль вытаскиваю вдаль до конца беленьким до конца до четверга как разы любым что нравится рима правильно ответ дала самом деле делайте любым что нравится делайте первое время когда начинаете сталкиваться с рисованием особенно справа полушарным рисованием или вообще учитесь то что нравится как стать великим да надо все потренироваться у нас сейчас есть вузы школы и так далее но когда-то у того же там рериха ван гога то там не было такого прям библиотеки такой как то же он учился и дальше заземляем помнить это слово заземляем беленьким ставлю под низ точечки заземляем и немножко растирую чуть-чуть под растирую вниз так скажем скину чтобы вниз заполнить заснеженные вершины коричнево-желтые давайте коричнево берите любой цвет будьте вот уникальны на моих мастер-классах будьте прям гениальны делайте цвета смешивайте самые дорогие картины они и цвете то есть там нет ничего понятного ни стола ни стола ни пейзажа не натюрморта там две полосы там юман и так далее до разные художники другой цвет любой мы три еще раз по отрабатываем быстренько теперь со скоростью ускоряюсь например синие горы одна сторона синие разноцветные другая сторона посветлее нырнул этой же кисточкой беленькую и добавляю и заземляю а давайте под горами озера ну редко бывает такое что озеро обычно туман это пик пик озер это маленький верить мы сегодня маленький религи сегодня учимся и еще третий цвет быстренько любой цвет какой выбрали выбрали смотрю не прописать на уже работа пошла крутимся крутимся работаем печатаем картинки готовим их на праздники это дальний план ну конечно вот на самом деле когда написали озеро и что-то такое да что такое на переднем плане вот нужен передний план без него никак пусть даже хоть маленькая но какая-то земля но передняя темная например коричневая островок будет абсолютно верно кто-то видит там озера давно здесь может быть голубинку какую-то добавьте будет озеро и также охрань и черный и догоняйте меня вот я рисовал недельку какая травка редкая но травка вот такой правополушарный сюжетик такой бонусный здесь мы тренировались с вами горы и отрабатывали чтобы у вас был навык именно больше не одна картина у вас будет за этот марафон а конечно же много картин про много разных техник чтобы постепенно прокачивали пока чтобы за четыре дня вас рука знала да я все могу у меня все получится я взяла то тут она кидала передний план второй задний план у горы это вообще все это умею я все узнаю я все умею меня все получится это точно вас будет ну конечно же благодарим себя говорим какой я себе талантливый Каждый про себя талантливый художник, я чувствую уже с каждым днем. У нас есть в законодательстве Российской Федерации такая фраза, что художественное образование – это процесс. И когда мы рисуем, мы занимаемся художественным образованием. Поэтому мы уже художники, мы говорим спасибо себе, спасибо этим прекрасным ручкам, что сегодня с нами рисовали, говорили нам, как делать. Вот правая выровнялась, у меня правая такая по мазясти стала выровнялась на этой картинке, я ей благодарен, спасибо ей. Сказочные горы пишут, супер. А елочку? Елочку не обязательно, ну зачем символ, да, деревьев, елочку. А завтра нарисуем елочку. Мы здесь на этой картине оставили, знаете, спокойствие одно. Это такие горы, где мало деревьев, в горах мало деревьев. Есть горы, где много деревьев, а это мало деревьев. Браво! Мы здесь вместе равнооследно, я молодец, пишет Елена Пражина, абсолютно. Вот иландский учитель Максим, спасибо. Это и есть правополучарная. Вот сегодня вы посетили на мастер-классе, были со мной вместе правополучарное рисование, мы сегодня немножко открыли ширму, что такое правополучарная. Завтра уже идем, я объясняю, иду в мастер-класс, но я еще и говорю, зачем я это делаю. То есть я вам постепенно начинаю рассказывать, почему мы так делаем, почему мы так обучаем, что мы делаем. И, конечно же, перейдем сейчас к заданию, у вас домашнее задание есть, без этого никуда, ну как, мы же должны все прокачать себе. Я буквально сейчас перейдем. Пишут, вот это Марс. Возможно, это Марс, но, возможно, это просто прям полушарное рисование. Класс, роспись, очень круто, спасибо вам, вам тоже спасибо, на самом деле. Это только первый день, еще будет дальше, еще будем дальше прокачиваться. Сегодня у нас три картины получилось, ну так надо, значит, это же круто. Еще, еще, спасибо, класс, спасибо за урок уже пишет. И так, давайте домашнее задание. Я буквально через несколько минут вам отправлю ссылочку. Сейчас выключу монитор, надо будет все сделать. Попрошу, конечно, помощников моих. Мы отправим вам ссылочку, куда вы можете перейти и скинуть себе работы. В группе ВКонтакте будет прям скидывайте работы, показывайте, говорите, чувства пишите. Но, пожалуйста, когда скидывайте, посмотрите у других тоже, пролайкайте, пройдите, посмотрите. Потому что такая маленькая популярность, что ваши работы лайкают и так далее. Поживите вот этим правополушарным днем немножечко сейчас здесь и возьмите у других, посмотрите, что получилось, как они это делали, как они прям ручками это все делали, создавали. Насладитесь. Второе задание, которое я хотел бы, конечно, еще дома попрактикуйтесь. Немножко попрактикуйтесь самостоятельно. У вас три фона на домашку пошли, там арбуз ананасного нарисовать как минимум, что-нибудь создайте. Это второй момент. И третий, запланируйте, запланируйте дату, когда вы будете преподавать. У нас не просто у меня курс как рисовать, нарисовать там и нарисовать, что там делать. Рисовать самое простое, не на баяне же играть, а рисовать это проще. И запланируйте с друзьями, напишите там список, с кем бы вы хотели нарисовать эти две картины. Если нужно, вот у вас мастер-класс этот будет. Будете пересматривать его, смотреть, как рисовать, чего еще раз. Я еще вам конкретику дам еще три дня. Первый, второй, третий, четвертый день у нас, потому что мы рисуем. И вы уже уйдете с пониманием. Ну, запланируйте мастер-класс. Подарите другим своим друзьям, близким, знакомым тоже такое чудесное мастерство. Подарочек прям. И напишите, кто готов прям уже. Прям хочется поделиться там, найти своего друга. Давай, сейчас покажу тебе горы. Ну, горы, ну, горы-то я уже умею рисовать. Да кто уже хочет поделиться там, напишите, пожалуйста. Запись будет. Запись будет. Ссылочка будет. Ссылочка там будет. Запись. Посмотрели, понаблюдали, насладились. Пишут, запись будет. Запись будет. Креативнейший подход к занятиям. Да, и все на самом деле креативно. На этом будем. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, быстренько задайте мне буквально пять минуточек. И все, я вас отпускаю. Идем руки мыть. Счастливые, веселые. Эй. И с картинами. Хочу, пишет. Да, хочу. Видите, хотели провести. Готово. Спасибо. Хочу, готово. Да, супер. Спасибо большое. Было здорово. Я готова. Я. Спасибо за энергию. Позитив. Позитив будет четыре дня. Прям ловите его. Прям, чтобы у вас... Вот за четыре дня вы отдохнули. У вас прям как в Таиланд съездили. Прям пальмы посмотрели. Подзагорели немножко. Такие румянестые, веселые. И в Россию вернулись опять. Ну, или кто-то в другом мире. Я готова. Все, я пойду к соседке. Пойду к соседски на мастер-класс. Все, соседка готова. У вас 100% получится. Я вас верю. Все, что я научу, у вас все будет. Не уходите. Ну, надо уйти. Прям, к сожалению, они вешают. Если вдруг кому-то не ответил на вопрос, были такие вопросы, которые повторялись постоянно. Я их видел. Я знаю, что видел. Напишите, пожалуйста, на helpsobachka.manykov.online. Вам потом помогут, конечно же, ответят. Буквально в течение, там, 50 минут мои сотрудники, мои помощники, которые всегда рядом с нами, я смотрю, они там постоянно отмечают, что-то комментируют там и так далее. Тонкие ветки не получают. Вот, Ольга, для Ольги специальные ветки не получаются. Ну, и что с ними, с этими ветками? Завтра нарисуем лучше. А с другой стороны, еще подскажу, бывает такое, когда мы работаем гуашкой, гуашью, да, у нас веточки бывают не тонкие, да. Спасибо, если вопросы пошли. Я люблю, когда вопросы задаете мне, закидываете. Мы, когда ветки рисуем, они не тоненькие. Если сухая гуашь, чуть-чуть побольше намочите ее, чуть-чуть побольше намочите, она становится тоненькой. Ну, и кисточку надо уметь скручивать, конечно. Будем устепенно учиться учиться. За этот мастер-класс прокачайте себя. Вы потрясающе, благодарю. Субной пастой нужно грунтовать. Запах приятнейший, как в детстве. Прям пахнет там лавандой. В третье домашнее задание. Домашнее задание. Ссылка. Берем свои картинки, фотографируем, присылаем мне, чтобы я посмотрел и сказал, вау, 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 какие персики вы нарисовали сегодня, конечно же. Ну, и я прошу всех, конечно, поддержать, абсолютно всем прокомментировать и так далее. То есть, обязательно посмотрите ваши работы, других работы, оцените, лайки поставьте там. Надо, сегодня надо. Это сегодня делаем. Второй момент, это прорисовать еще раз и третий, назначить даты. Даты подумать. Друзей, с кем можно было порисовать? С кем бы вы порисовали в течение недели? Пока вы помните все. Запись это запись. Пока вот свежо, горячо, это самое лучшее. Горы супер пишут. Спасибо. Не могу так, так же рисовать. Ну, у меня опыт, да. На самом деле есть секрет. Я вот сделаю вид, что я рисую, но у меня здесь маленький китайский мальчик сидит, который за меня рисует. Вот весь секрет на самом деле. А вы пишите, что я не умею так же рисовать. Когда у вас будет свой китайский мальчик, который за вас будет это делать, все будет хорошо. А он у меня родился в правом полушарном мире. Нарисуем маке. Нарисуем. Не ожидал, что будет так здорово. Спасибо. Прошли. Учила и работала акварели со шпатлевочкой. Результат потрясающий. Елена, жду вашу работу с акварелью, потому что полушарные акварели на особенные. Очень редко кто. Прямо это достойный уровень, очень хороший. С детьми буду рисовать. Вообще последний ни о чем. Да, расстроилась вообще последний. Что построили? Зачем расстроились? Ссылку кидаю. Все, сейчас ссылочка. Ссылочка ВКонтакте придет. Вам ВКонтакте придет. Все, мы ВКонтакте там общаемся. Какая нужна бумага кисти, почему спрашиваю? Любая бумага, которая красивая, плотная, плотная бумага. Хороший вопрос на самом деле. Плотнее 200 грамм, хорошая бумага, а кисточки синтетика и щетинка. Лоская. Очень классно. Все, благодарю. Больше вопросов, просьбы нет. ДЗ записали. Обязательно под диктовку. Завтра жду вас на этом же месте. В это же время. Также рассаживайтесь, пожалуйста, потому что я запоминаю, где вы сидите. Обязательно с теми же никнеймами. И вперед работать. Коршун, повторите на словах. Коршун, это красиво. Томичок. Не знаю, где он. Не успеваю ни читать, ни писать. В эмоциях утонуло. Спасибо. Это нормально. Это правополшарка. Завтра уже я медленнее буду идти, потому что я буду давать еще и объяснение. Вы все успеете. У вас все получится. Все. На этом точно прощаемся. Хороших вам прекрасных сновидений. Обязательно ярких, сочных. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.